Всем привет! С вами снова я, Ольга Чернова, я огородная азбука для начинающих. И теперь вот у меня будут видеоролики, такие коротенькие, больше всего таких роликов, у которых не будет никаких там обширных основных тем, а просто каждый раз, когда я буду подходить к своей рассаде и что-то делать, я буду все это снимать и объяснять вам. Потому что вот сейчас, когда рассада у нас уже высажена, у кого уже подрастает, у некоторых большая, сейчас самое главное, качество рассады зависит вот от этих нюансов, как мы ухаживаем, как поливаем, как опрыскиваем, как мы что делаем, вот этот ежедневный уход, который создается из маленьких-маленьких мелочей. Вот сейчас я подошла осмотреть свои лотки и выбрать, какие из них нужно поливать, а какие нет. И хочу вам рассказать о режиме полива, как поливать рассаду молодую, и как вот этот режим полива зависит от возраста. Вот смотрите, сейчас у меня на стеллаже рассада разных возрастов. Есть вот и, которая самая первая была сеяна, большая уже, которая, ну как можно сказать большая, несколько там листьев молодых. Есть, которая только что распекирована недавно, она вот такая небольшая. Есть крошечные перчики, вот здесь распекированы. Мне силу ее нужно поливать, но сейчас я расскажу, как я отсортировываю для полива. Вот тут вот есть совсем маленькие перчики, я вам уже показывала. Мне ведь их все нужно поливать. Ну как вы понимаете, что в общую, как выразиться-то, одним гуртом их уже не польешь, они все разные. Вот я сейчас вышла выбрать лотки для полива. Если раньше я каждое воскресенье поливала, выносила все и поливала, то сейчас посевов добавляется и получается, что одни из них взрослые, другие подростки, третьи совсем малышки. И в зависимости от возраста, от состояния корневой системы расход жидкости у них уже меняется. Кто-то пьет по многу, а кто-то нет. И общий полив вот в это время делать уже нельзя, потому что поливая всем скопом, вот всех общий полив делая, мы одних будем переливать, а другим будет не хватать. Я вот прихожу и смотрю, у меня вот такой пинцетик есть, как я вам показывала, я рыхлю, если я не рыхлю, то я вот так немножко посмотрю почву и выбираю лотки именно по состоянию почвы, по просыханию. Вот этот вот лоточек у меня совсем сухой, видите? Он очень сухой, значит у меня он пойдет на полив. А вот эти вот маленькие малышки, они поливались в один день, но они еще не успели всю влагу выпить. И начиная вот так вот чуть-чуть как взрыхля, порыхля, я вижу, что там еще влажный грунт, значит они еще подождут, потому что рассаду лучше выращивать на сухом грунте. Увлажнена должна быть только вот там внутри, внутри, та часть, где корни. Вверху грунт лучше, если будет у вас большую часть времени сухой, тогда у вас никогда не будет черной ножки. Это неблагоприятная для черной ножки среда. Дальше опускаемся. Если вот такие вот, после пикировки совсем маленькие перчики, я их еще даже не рыхлила ни разу, я уже сейчас вижу, что им нужно только рыхление. Вот после полива земля как сприхсовалась в один комок, вам всем это известно, что когда польешь, она потом высыхает, начинает трескаться. Я просто сейчас, время свободное будет, я подойду ее вот так вот немножко прорыхлю. Она уже не сильно влажная, но она не сухая. Я ни в коем случае не буду вот эту землю после пикировки поливать, пока она не высохнет совсем. Я сейчас прорыхлю, главное, чтобы туда поступал воздух. Все, корневая система нуждается в доступе воздуха. Она начнет развиваться, они начнут разрастаться. Земля, когда полностью высохнет, тогда я его полью. Значит, этот лоток я оставляю здесь. Но я также оставляю здесь лоток, который полусухой. Вот он после пикировки подольше немножко стоит. Казалось бы, грунт сухой, почему бы его не полить? Ну вот только-только туда копните немножко, вот я сейчас выкопаю вам, чуть-чуть дальше, и вы увидите, что он там, грунт еще влажный. Если он полувлажный там внутри, не надо поливать, не поливайте, не заливайте своих маленьких сеянцев. Вот тоже, только проклюнулись. Я ни разу не поливала этот лоток с момента посева, и поливать не буду, потому что сейчас самый тот период, когда вот эти сеянцы, они очень-очень нежные и очень восприимчивые. Показались, вот ряды уже как сформировались, я также вот этой же маленькой-маленькой штучкой я просто пройдусь и порыхлю их, наоборот, чтобы они еще больше туда воздух пошел. Полив им не нужен. Не нужен полив в такой вот ситуации, вот земля влажная, и вот тоже полив не нужен. Лучше прорыхлить между рядами и оставить их в покое. Чем меньше вы будете поливать, ой, сейчас поднимусь, подождите, ой, извиняюсь, старость, не радость. Чем меньше вы будете поливать свои посевы, тем лучше они будут выглядеть. Меньше будет грибковых заболеваний, меньше будет всякой плесени вот этой серой, корневые гнили. Корневые гнили только, как при обилии влаги в почве возникают, вы избавите себя от многих проблем. Режим полива сейчас изменился. Я раньше вам говорила, что раз в неделю. Теперь поливайте выборочно. Если вот эти здоровые помидоры, например, они быстро выпивают, их можно раз в неделю, какие-то уже раз в 10 дней, а какие-то, не знаю, если они маленькие, после пикировки, если вы хорошо их полили, они могут даже, например, без полива жить и дольше. Вот этот был краткий-краткий такой видеоролик о изменении режима полива с возрастом рассады. Чем рассада взрослее, тем она будет пить, скорее всего, больше. Но это, опять же, каждый смотрит по своим комнатным условиям. Если дома жарко, можно почаще поливать. У нас в частном доме, у нас сильно жары нет, я поливаю редко. И каждый раз, идя поливать, не забывайте, что лишняя капля это угроза заболеваний, угроза возникновения черной ножки. Хотите поухаживать? Лучше лишний раз прорыхлите землю. Порыхлили, еще день-два потерпите. Если не терпится поливать, вот прям посмотрите там нижний слой. Вот она еще там черная, еще не совсем сухая. Подождите лучше. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Берегитесь черной ножки, не давайте много жидкости, не переувлажняйте грунт.